Право граждан обращаться в государственные органы является конституционным правом. Но законом Республики Беларусь об обращении граждан юридических лиц, а также указом президента о дополнительных мерах по работе с обращениями, закреплен и порядок обращений, которые имеют определенную градацию. Они могут быть устными, письменными и электронными. Инна Николаевна, а что такое электронное обращение? Электронное обращение – это обращение заявителя, поступившее в адрес электронной почты организации либо размещенное в специальной рубрике «Организация» в компьютерной сети интернет. Все обращения граждан, в том числе поступившие в налоговые органы, подлежат рассмотрению в пределах компетенции. В данном случае налоговые органы рассматривают в пределах компетенции и разъясняют налоговое законодательство. Есть такие моменты, когда обращения поступают и не попадают под нашу компетенцию. Мы, организация, в этом случае должна в течение пяти рабочих дней данное обращение перенаправить в соответствующий орган по компетенции и либо оставить это обращение без рассмотрения по существу и информировать заявителя, куда необходимо обратиться с указанием адреса. На заметку субъектам хозяйствования, имеющим электронную систему декларирования и пользующимся личным кабинетом. Они допускают частую ошибку. Отправляют за разъяснением налогового законодательства именно по этой программе электронного декларирования. В данном случае такое обращение не является обращением. Оно является входящей корреспонденцией. Поэтому обращаем внимание, что для получения полного ответа необходимо электронное обращение оформлять в соответствии с требованиями закона. Однако, для того, чтобы процедура получения ответов не затягивалась, гражданам необходимо знать не только компетенции какого органа относятся, интересующий вопрос и куда следует обращаться, но и требования к составлению самого обращения. Все образцы можно найти на сайте инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, а также на сайте того контролирующего органа, где человек зарегистрирован. Письменные обращения считаются рассмотренными, когда все изложенные в обращении заявителя вопросы раскрыты полностью. Если в обращении один из заданных вопросов не рассмотрен, либо не входит в компетенцию нашей организации, он должен быть перенаправлен в соответствующий компетентный орган. Также обращения могут быть оставлены без рассмотрения по существу. Это происходит в том случае, когда заявитель не выполняет требования закона. Государственные органы, а также должностные лица обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок. Сроки определены законодательством, и в данном случае все письменные обращения должны быть рассмотрены в течение 15 календарных дней. Входит обращение в организацию, оно регистрируется, и срок начинается со следующего дня после регистрации. Бывают случаи, когда в обращении требуется дополнительная информация, которая должна быть запрошена у плательщика, либо у других органов. Для этого пишутся соответствующие запросы, и срок продлевается до одного месяца. Работа с обращениями граждан юридических лиц регламентирована и ведется во всех без исключения органов государственной власти, как на республиканском, так и на региональном уровне.